Господа, всем привет из Сочи! Сегодня 9 июня 2019 год. Хочу прокомментировать такую новость, как концерт Машины Времени на Красной площади отменен, который должен был состояться 12 июня. Так как я раньше работал непродолжительное время в Лондоне на радио у Сева Новгородцева, я делал несколько передач музыкальных, в том числе брал интервью у Михардада Багии, вот кто слушал по волне моей памяти, человек поет им две песни. Он мне много рассказал про Макаревича, про музыку. Все Новгородцев тоже очень много мне рассказывают. Музыка это мое хобби, я это дело люблю. Про Макаревича сегодня будет очень интересный рассказ. Итак, я немножко посмотрел новости, почему именно отказ Машине Времени в этом концерте никто не указал точную причину. Я могу вам указать точную причину, их несколько. Причина номер один это политические высказывания Андрея Макаревича по ситуации в Крыму и вообще по войне России с Украиной. Это первый момент. Второй момент, который тоже имеет очень вескую причину. Это отсутствие Владислава Суркова, теневого, так сказать, кардинала в администрации Путина, в данное время в администрации Путина. То есть Владислав Сурков отошел от дел, то есть его убрали, его ушли, скажем так. Почему это произошло, это другие причины. Владислав Сурков у нас по Зодиаку Дива. Я про Дива говорил, что это серые кардиналы. Вот, кстати, кто смотрел Тремушкетера, кардинал Ришелье, именно по Зодиаку Дива, так же, как Иван Грозный. Это люди под коверных интриг. Они мутят свои какие-то дела. Видимо, из-за этого Владислава Суркова и убрали оттуда. К слову сказать, Владислав Сурков в некотором смысле мой как бы земляк, потому что я в Липецке прожил 10 лет. Я лепчанином никогда не был, но с Липецком не связано очень много воспоминаний прекрасных. Значит, Владислав Сурков происходит из Липецка каким образом? Его отец, чеченец, военный летчик был. Мать была учительницей, мать у него еврейка. Они познакомились в Липецке. В Липецке, ну, авиационный центр, знаете, да, там Геринг в свое время перед войной учился. Оттуда Стрижи, значит, Витюзи, там еще кто-то, который выступает каждый год 9 мая на Красной площади. Значит, это все в Липецке. Короче говоря, Владислав Сурков происходит оттуда. То есть, Владислав Сурков был фанатом машины времени, наверное, начиная с 70-х годов. То есть, парень интеллигентный, умный, там все такое. Умный прям чересчур, наверное. Умный настолько, что всех перехитрил так, что в итоге потерял свое хорошее место. Итак, машина времени больше не будет выступать. На Красной площади, я думаю, вообще никогда. Потому что то, что, понимаете, произнес Макаревич, ну, конкретно что Макаревич сказал? Мало того, что Макаревич высказался по поводу ситуации в Крыму, что Крым – это не наша земля, что русский народ – это тупой народ, что еще там что-то и так далее. Да, у меня тоже много вопросов к русским людям. Я не могу сказать, что русские тупые. Я могу сказать, что, скажем так, ну, есть вопросы, да, к русским людям. И русский народ, он очень неоднозначный, он очень многогранный, понимаете. Это очень большая территория. Русские, скажем, в Липецке и в Норильске сильно отличаются, где я жил, да. В Сочи другие русские. В Казахстане вообще-то не русские-то. Я вообще не знаю, кто оттуда. В Узбекистане русские люди – это тоже какие-то непонятные люди, которые… Я их очень много видел, перевидел. То есть, они в Липецк все переезжали. Я с ними общался очень плотно по роду своей деятельности. Так как я бывший риэлтор, я их всех видел. Поэтому то, что Макаревич говорит про русских людей, пускай останется на его совести. Я с ним в чем-то согласен по поводу менталитета русских людей. Но вот по поводу ситуации в Крыму я не могу с ним согласиться. Почему? Потому что идет война. Какая бы она ни была, но идет какое-то противостояние. Гибридная война это называется. Или еще как-то это называется, да. Но политический процесс, военный конфликт, он имеет место быть. Да, мы торгуем с Украиной, да, они транзитируют наш газ, покупают у нас газ через Словакию, еще как-то. Но идет война. И в это самое время у нас, представьте, что этот Андрей, да, ну фактически он становится предателем. Он говорит, нет, я думаю, не так, как все. Я думаю, что Крым нужно отдать. Я считаю, что Макаревич предатель Родины. Тут, конечно, я люблю параллели по именам проводить. Помните, был такой Власов, да. Его тоже звали Андрей. Кстати, Деву по Зодиаку. Вот вам Деву во всей красе. Ну, Влас вызывали Андрей Андреевич. Про него отдельный разговор будет. Итак, Макаревич высказался против шерсти. Он пошел против всего российского народа. Он сказал, что вы ничего не понимаете. Я самый умный. Я знаю, что Крым это Украина. Что нужно его отдать Украине. Ну давай, слушай, Макаревич, давай Украине вообще все отдадим, да. Понимаете, дело не в том, что там Украине отдать или не отдать, а дело в том, что когда присоединили Крым, Макаревич позволил себе высказаться против. Я хочу пояснить просто свою позицию, да. Я за присоединение Крыма. Я считаю, что юридически это была акция легитимная. Был проведен референдум. Путин сам юрист. Он четко понимал, что здесь нужна легитимность, правомощность. И он сделал все на высшем уровне. То есть была блестяще проведена операция по захвату Крыма, захвату Севастополя. Военно-морской базы в Севастополе. Потом база подводных лодок в Балаклаве. И так далее и тому подобное. Почему? Потому что заглушили все сотовые телефоны, всю мобильную связь. Украинцев застали врасплох. Все было сделано за несколько часов. Все было сделано четко. Браво, Путин. После этого я Путина зауважал. Значит, как бы там ни было, идет противостояние. И когда у нас в Стане есть такое чужое среди своих, среди чужих, как Андрей Макаревич, я считаю, что он мог высказываться, но лучше бы он ничего этого не говорил. Понимаете? Вот ты артист, артист, твое дело петь. Вот сейчас Гребенчуков высказался в поддержку Ивана Голунова, журналиста, которому подбросили наркотики, который проводил независимое расследование против ФСБшников, коррупционеров и так далее. Борис Гребенчуков, браво, молодец, наконец-то ты подал свой голос. У меня на старом канале есть видео про Гребенчукова, где говорю, Боря, почему ты молчишь? Ты же раньше был такой, не знаю, правдоруб, критиковал всех сатиры свои и так далее, сжег сердца людей. И вот Гребенчуков высказался. Макаревич высказался немножко не в том духе, в котором от него ожидали. Почему подробный разговор про Макаревича? Потому что в свое время я готовил передачу про Макаревича, много чего о нем знаю. Итак, Макаревич у нас родился 11 октября 1953 года, говорю по памяти, в городе Москве. Его отец архитектор, видный московский архитектор, то есть семья была блатная. Дядя Макаревича привозил пластинки из-за границы, был каким-то музыкантом. То есть Макаревич все музыкальные новинки он все слушал. То есть ему это все западало в сознание. То есть семья творческая, интеллигентная. По происхождению он еврейско-белорусского происхождения, Макаревич. Кто не знает, Алексей Венедиктов, главный редактор Эхо Москвы, это его родственник далее. У них и голоса похожи. У них такие немножко еврейские голоса. Так вот, Макаревич, он закончил спецшколу. У него в спецшколе еще был прекрасный преподаватель русского языка и литературы, который еврей, не помню фамилию, сейчас не суть не важна. Он говорил, что каждый ученик должен знать 120 стихотворений наизусть. Вот Макаревич знал 120 стихотворений наизусть. Понимаете, потом все это легло, так сказать, фундаментальным таким камнем в его творческую биографию. То есть музыкальные пластинки его дяди. Папа, значит, архитектор. То есть мышление. У Андрея Вознесенского тоже папа архитектор. У Стро Майя, вот этот бельгийский французский певец, у него папа тоже архитектор. У кого отца архитектора, напишите мне. И, значит, Макаревич начинает с 12 лет играть на гитаре. Когда он, с его слов, взял первый раз в руки гитару и подключил какой-то примитивный усилитель, и вот эти волшебные звуки электрического усилителя через гитару полились. То есть он как бы растаял. Что интересно, они с Гребенчковым, они оба стрельцы, оба родились в 1953 году и шли как бы параллельным курсом. Один в Ленинграде, другой в Москве. Они дружили, они бухали. Значит, дальше создается машина времени. Машина времени, вообще, это была изначально школьная группа. В составе этой школьной группы было две девушки. Сейчас их фамилии называть не буду, не суть важна. Итак, вообще название правильное. Не машина времени, а машины времени. То есть во множественном числе. Ну, тогда все увлекались фантастикой, потому что про Запад было очень мало информации. И вот я прекрасно помню, это 70-е годы, «Пионерская правда», «Дрион покидает землю». Вот фантастика, ее было очень мало. И печатали в журналах, там «Вокруг света», Роберта Хайнлайна, там Артура Хейли, там еще кого-то, понимаете. Но польский, например, писатель, как бы близкий к нам, Станислав Лем, который родился во Львове, величайший фантастикой, он у нас печатался. Его экранизировали, «Солярис», «Тарковский», да, разрешили. Дальше, «Дознание пилота Пиркса», советский, польский фильм, прекрасный. Итак, мы немножко увлеклись. Короче говоря, вот это увлечение фантастикой, оно переросло в то, что, значит, Макаревич и компания, они назвали свою группу именно «Машины времени». Но идейным вдохновителем, вообще генератором идей в этой группе был некто Сережа Кавагое. Он был японского происхождения, отец был японец Кавагое, японский коммунист. Он часто ездил в командировки в Японии, обратно привозил аппаратуру. Вот Сережу Кавагое они подтянули. Позже, значит, Кавагое в 70-х или 80-х годах, он эмигрирует в Канаду, по-моему, уже умер, к сожалению. Но Сережа Кавагое, он оказал огромное влияние на развитие «Машины времени». Вообще, он еще там в других группах отметился, «Високосное лето», «Воскресенье», «Кавагое», там везде был. И такой интересный человек со своими идеями. Значит, его присутствие в группе обеспечило «Машину времени» современной японской аппаратурой. Вот так же, как и группа «Самоцветы», началась с того, что Маликов съездил в Японию в составе какой-то там делегации. Они там купили аппаратуру за копейки, там выступали долго, три месяца, получили какие-то японские йены, привезли, значит, гитары, усилители, аппаратуру, и вот начались «Самоцветы». Браво, Япония! Если бы не Япония, я не знаю, что было бы. Короче говоря, начинается «Машина времени». Дело в том, что классический состав, который сейчас представлен, он много раз видоизменялся, люди приходили, уходили, но классический состав, который был и в начале, и который сейчас, это Макаревич, Маргулис, Петр Подгородецкий клавишник, Маргулис-бас-гитарист и на ударнике Валерий Ефремов. Ни одного русского человека. Ребята, ни одного русского человека. Фактически «Машина времени» это еврейская, японская группа. Значит, смотрите, Кавагои, японец. Валерий Ефремов, Мордвин, вообще Мордвин, человек, который играл на ударнике, он Мордвин. Дальше, Клавишник Подгородецкий, само собой, еврей. Кутиков, Александр Кутиков, стопроцентный еврей, две еврейских бабушки, очень интеллигентный человек. Ну и Макаревич, само собой, то есть они все евреи. Хорошо это или плохо? Конечно же, хорошо. Они писали очень интересную музыку, они гремели, их запрещали. Я прекрасно помню, значит, первый эфир «Машины времени» это сентябрь 79-го года. Поспорьте со мной, если я не прав. Песня была «Новый поворот», вот «Новый поворот». Написал ее Кутиков. Кутиков вообще написал такие хиты, как вот, значит, «Новый поворот», потом «Запущенный сад», он написал «Под влиянием Лидзепелин». Также под влиянием Лидзепелин была написана песня «Солнечный остров» Макаревича, это примерно 72-73 год. Это такой блюз тяжелый, да. Вообще, в «Машине времени» много, мы видим влияние западной музыки. В тот или иной период они, так сказать, испытывали влияние разных западных веней. Я считаю, что это нормально для музыки, так и должно быть. Значит, «Машину времени» запрещали, концерты срывали, их арестовывали. Интересно, что Макаревич рассказывает, когда приезжал Бунием в Советский Союз, это был 78-й год, декабрь, приезжает Бунием, Макаревича вызывают в КГБ или там в ментовку и начинают с ним работать и говорят, вот, ты такой секой там, ты вот западную музыку нам тут насаждаешь, да. И речь как-то зашла сама по себе о гастролях Бунием. И Макаревич, хитрый парень, очень хитрый, он спросил этого мента или КГБшника, говорит, «А нельзя ли мне хотя бы одним глазком посмотреть на вот эту западную музыку, что она из себя представляет?» И как-то так все дело вывернул, что этот мент ему достал билет. И Макаревич пошел на этот Бунием и просто офигел. Вот. После этого он понял, что вот эти мясные басы, вот этот мясной ударник, вот этот звук объемный, они очень много взяли потом, конечно, и в том числе у Буниема. У меня был один знакомый на концерте Макаревича в начале 80-х годов. Значит, это был какой-то провинциальный город, человек просто боготворил Макаревича, просто с ума сходил по машине времени, но на самом деле у него очень много песен таких сольных, вокальных, где он поет соло, под гитару. Начало 80-х годов очень интересные, красивые песни. Ну, вы знаете, все устаревает, все устаревает. Короче говоря, он подошел после концерта к Макаревичу, долго жал ему руку и говорил, спасибо. Макаревич говорил, пожалуйста. Тот опять говорит, спасибо, Андрей Вадимович. Он говорит, пожалуйста. И когда третий раз он сказал спасибо, Макаревич сказал, пошел нахуй. Вот вам, Андрей Макаревич. Дальше читал книгу от Подгородецкого «Машины с евреями». То есть, про вот эту группу, про их группу, да, как все создавалось. Он пишет все подноготное. Макаревич их всех кинул. Каким образом? Когда встал вопрос об авторских правах, после там распада Союза или в начале того, как Россия, стал вопрос о том, что нужно зарегистрировать авторские права. Макаревич кинул в группе такой ключ. Говорит, давайте мы не будем средства вот эти распылять. Пусть они будут у одного человека, пусть они будут у меня. Потому что средства должны быть в одном кармане, в одном кошельке. И это будет грамотно. И они, дурачки, все повелись. Тогда еще никто не понимал. То есть, это было начало рыночных отношений. Никто не понимал, что там миллионы, миллиарды. Они все свои песни отдали. И Кутиков, и Подгородецкий. Все-все песни отдали Макаревичу. И, короче, говоря всех, он кинул. Потом они, конечно, схватились за голову, когда пошли огромные деньги. Они не понимали. Ну, я не знаю, как еврей может... Как русский русского мог обмануть? Как фильм Бродва. Как еврей Макаревич отдал всех евреев? Я не знаю. Наверное, он не совсем еврей. Раз оказался умнее и хитрее. И, короче говоря, таким образом. Ну, они потом пытались у него забрать эти права, но было уже поздно, бесполезно. По-моему, даже судились. Но бизнес превыше всего. То есть, они продолжают давать концерты, они продолжают выступать совместно там и так далее. У Макаревича есть свои какие-то еще параллельные проекты. Значит, дальше читал книгу Макаревича «Занимательная наркология», где Макаревич цитирует своего друга, друга нарколога, который говорит, что алкоголь это нормальное состояние алкогольное пение нормальное состояние любого человека, что алкоголедаза, фермент присутствует в организме в том или ином количестве постоянно у всех, что это нормально, он нужен, что в кефире, в квасе, везде содержится самой природой заложенная алкоголь. Короче говоря, Макаревич подводит целую идеологию по то, чтобы быть иногда пьяным. Он очень любит выпивку. Раньше, по крайней мере, он пил разные вещи, много экспериментировал. Макаревич описывает, как они с Гребенчуковым пили. Пили с Гребенчуковым так, что никто столько не пил. То есть, они пили как лошади. Но пили они следующим образом. Они, например, приходили в бар и начинали пить шампанское. И вот они пили, пили, пили шампанское. А вы знаете, когда два творческих человека встречаются, это Пол Маккартни и Джон Лен, то есть, они друг друга начинают заряжать дополнительной энергией и говорят, говорят, говорят и не пьяниют. Вот они просто выпивали ящиками это шампанское и не пьянили. Потом, когда шампанское заканчивалось, они делали какую-то паузу и начинали пить, например, коньяк, чтобы не смешивать. Дальше.